Компания Sony с некоторого времени сменила маркетинговую стратегию и сейчас пребывает состояние кризиса. И кто знает, может быть герой именно сегодняшнего выпуска поможет из этого состояния выйти. Здравствуйте, меня зовут Кирилл и это ознакомительный обзор от лаборатории ИОН. Сегодня мы рассмотрим аппарат Sony Xperia Solo. А как вы заметили, с недавнего времени аппараты компании Sony убрали из названия шведскую составляющую Ericsson. Теперь они называются просто Sony. Собственно, так же и поступила наша сборная по хоккею, убрав сборную Швеции. Аппарат привычно управляется операционной системой Android, версия здесь 2.3. Сердцем аппарата является двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц, оперативной памяти 512 МБ, встроенный памяти 8 ГБ. Из них доступно 5, потому что 3 отдано под систему. Но память можно расширить посредством карточек microSD. Поддерживаются карты объемом до 32 ГБ. Дисплей аппарата TFT 3,7 дюйма, его размеры. В нем воплощена технология Mobile Bravia Engine. Это фирменная технология от компании Sony. Я думаю, что название Bravia вам знакомо из рекламы телевизоров этой японской компании. Эта технология позволяет добиться большей четкости и яркости картинки. Давайте рассмотрим меню аппарата поближе. Начну с того, что привычно под дисплеем расположены андроидовские кнопки, они сенсорны. Это кнопка возврата домой, это кнопка шаг назад и вызов контекстного меню. Пять рабочих столов к вашим услугам, куда вы можете устанавливать различные виджеты. Те, которые вам максимально удобны. Заходим в меню приложений. Приложениями здесь заполнены 4 страницы и приложения совсем разные и полезные. Но это привычно, поскольку андроид здесь весь гугловский пакет. Gmail, Google Talk, навигация, адреса, Google Поиск, Google Чат, Google+, YouTube. Также для вашего удобства имеется Office Suite, который позволит вам общаться с документами Office. Некоторые приложения закачаны дополнительно. Стоит антивирус McAfee. Есть программа, которая позволяет читать QR-коды и воспользоваться своим телефоном как пультом. Есть FM-радио, навигатор и VicePilot, которые позволят вам не потеряться на местности. И это говорит о том, что в аппарате есть GPS-модуль. Что еще бы хотел отметить? Если зайдем в браузер, сейчас покажу на деле, как работает технология Floating Touch. Xperia U, которую вы видите на сайте производителя, это активная ссылка. Я подношу палец и, видите, ссылка эта подчеркнулась. Теперь Xperia Solo. Дисплей отслеживает координаты вашего пальца. И когда палец становится приближен к той или иной ссылке, аппарат выделяет ее. И ее можно потом, скажем, прикосновением уже взять и скопировать. Или сохранить. Нет, это не магия. Это всего лишь современные технологии, которые воплощены в Xperia Solo. Кстати, здесь также реализована технология DLNA, которая позволяет без проводов передавать информацию с телефона, скажем, на телевизор, который поддерживает эту же технологию. И смотреть фильмы и различные видео и картинки без проводов. Камера в аппарате одна, 5 мегапикселей. Вот она, со вспышкой. А программы, которые управляют этой камерой, две. Первая – это обычная программа, которая позволяет снимать обычные фото. И видео. Видео, кстати, HD-качество. Но есть программа, которая называется 3D-камера. И эта камера позволяет снимать панорамный 3D-обзор и 3D-многоракурсный обзор. Эти фотографии в 3D-дисплей не воспроизводит, потому что дисплей не поддерживает технологию 3D. Но вы можете их потом посмотреть, например, на телевизоре, который поддерживает 3D-технологию. Внешний вид. На дисплее расположен динамик и датчики приближения и освещенности. Снизу сенсорные кнопки, как я уже говорил, они подсвечиваются. Соответственно, их три, как обычного андроида. Хочу отметить, что дисплей немножечко выступает относительно всего корпуса, что добавляет изюминки внешнему виду Xperia Solo. Дальше. Сбоку кнопка включения и блокировки дисплея. С другого торца кнопка камеры, кнопка регулировки громкости и USB-разъем, который служит для подключения к компьютеру и подзарядки. Сверху расположен разъем для наушников 3,5 мм. Сзади камера, вспышка и второй микрофон. Снизу находится специальное ушко для того, чтобы продевать шнурок. И еще обратите внимание на наклейку NFC, потому что аппарат поддерживает данную технологию. Чтобы снять крышку, достаточно толкнуть ее вверх. Она пластиковая, снимается легко и выполнена из пластика soft-touch. И под ней расположен слот для карточки microSD, слот для сим-карты. И причем здесь нарисовано, как правильно вставлять сим-карту и как неправильно. Так что, я думаю, не ошибетесь. Ну и аккумулятор, похоже, что здесь несъемный, потому что он как-то весь залеплен, заклеен и к нему доступа нет. Комплектация. В нее входит USB-кабель, сетевое зарядное устройство, в которое, собственно, и вставляется этот USB-кабель. Гарнитура. Проводная. С силиконовыми затычками и прищепкой. NFC-метки. Как они работают, мы показывали, когда делали обзор Xperia S. Все понятно. Скорее всего, они включают разные режимы. В спальне, в гостиной, которые сделают пребывание телефона рядом с вами небеспокойным для вас. Очень приятно, кстати, такой подарок от компании Sony. Это защитная пленка для дисплея с тряпочкой, для того, чтобы можно было ее хорошо поклеить и потом ухаживать за аппаратом. Важная информация и инструкция. И еще важный момент, тоже очень приятный. Компания Sony положила в комплект переходник с карточки MicroSIM на обычную карточку. Очень удобно и необычно видеть его в комплектации. Спасибо, компания Sony. Сегодня мы познакомились с аппаратом от компании Sony, который носит название Xperia Solo. Это недорогой аппарат, но точнее, скорее, в средней ценовой категории, но при этом с хорошими характеристиками и, как это вводится в последнее время у компании Sony, с интересным дизайном. Так что, я думаю, что нужно с ним познакомиться вам поближе, поэтому приходите в цифровые центры ION, попросите, вам обязательно покажут, поддержите его в руках, попользуйтесь. Я думаю, что он никого не оставит равнодушным. С вами была лаборатория ION. Смотрите наши новые обзоры на канале ION Television. И, конечно же, вступайте в наши группы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. До новых встреч!